Из Старого Оскола в Москву и обратно всего за 4 часа. Так началось утро понедельника у нашей съемочной группы. Сегодня Староскорский аэропорт отправил в Москву первых пассажиров регулярного рейса. Як-40 будет летать в столицу три раза в неделю. Стоимость перелета в одну сторону от 4,5 до 6 тысяч рублей. Раннее утро на часах нет и шести. В здании аэропорта уже кипит жизнь. Пассажиры спешат на регистрацию. Экипаж самолета проходит медосмотр, а механики готовят технику к полету. За безопасностью воздушной гавани следит специальная служба из 14 человек. Группа досмотра, группа охраны и группа управления системами обеспечения аэропорта. Аэропорт оснащен камерами, аэропорт оснащен необходимыми техническими средствами. Все идет, начиная от момента приезда пассажира в аэропорт, с привокзальной площади и до момента посадки его в самолет. В Москву доставлять пассажиров будет Як-40 Вологодской авиакомпании. За штурвалом опытный пилот. Летный стаж Вячеслава Юрченко больше 20 тысяч часов. Экипаж у нас отличный. Все уже работают, можно сказать, давно. 10 лет, наверное, летаю командиром. Всего 30 лет работаю. Летаем в основном по России. Такая техника за рубеж уже не летает у нас. Первым рейсом летели 8 человек. 7 из них – журналисты. Отправились в небо по заданию редакции. И только один пассажир купил билет. Сергей Ханин – бизнесмен. Два-три раза в месяц летает по делам в Москву. Раньше пользовался услугами Белгородского и Воронежского аэропортов. Проживаю в Старомосколе. Удобно лететь в Москву. Не надо ехать. Достаточно количество времени тратить. И удобно тем, что рядом. Там самолёт, ну, довольно-таки, конечно, уже старый. На таком самолёте уже не летал, наверное, лет 5-7. Ну, я думаю, для начала неплохо. Главное – это летим быстро. Максимальная скорость полёта Як-40 – 450 км в час. Дорога от Оскола до Москвы заняла 1 час 8 минут. Самолёт приземлился во Внуково. Приятное совпадение. За стойкой регистрации наша землячка, сотрудница авиакомпании Алена Спиркина, родом из Губкина. До обратного рейса всего час. Из Москвы в Оскол самолёт вылетает по расписанию в 9.15. На обратный рейс купил билет тоже всего один пассажир – Виктор Кривый из Великого Новгорода. Я лечу в Белгород к друзьям и заодно на этом рейсе на новом решил пролететь, посмотреть на самолёт, на аэропорт, на Старый Оскол. Никогда не был просто и совместил, так сказать, свои интересы к авиации и поездку к друзьям. Вот второй раз на Як-40 лечу. Дороговато, конечно, на мой взгляд, но летать можно. За 4 часа наша съёмочная группа успела слетать в столицу и вернуться в Оскол. Самолёты из Старого Оскола в Москву и обратно будут летать 3 раза в неделю, 530 километров, всего за 1 час 20 минут. Быстро и удобно. Максимальная высота в небе – 7 тысяч метров. Однако большая часть полётов проходит на более низкой высоте, поэтому остаётся только любоваться прекрасным пейзажем. В мае Староскольский аэропорт начнёт отправлять пассажиров в Санкт-Петербург, а в июне обещают рейсы в Симферополь. Ольга Шалыгина, Дмитрий Луковский, Ирина Чуликова, 9 канал.